Вот сейчас я включу в фейсбуке, тоже подпишитесь, потому что это важно, это важно быть в контакте с Торой, потому что если вы не в контакте с Торой, вы в контакте с чем-то другим, а это что-то другое, оно может вам не принесет пользу, а Тора точно принесет, это факт. Всем, кто уже давно ходит на уроки, напишите, пожалуйста, кстати, мне интересно, какую пользу вам приносят уроки Торы, вот если вы в комментариях научите, напишите, что вам вообще дают эти уроки Торы, какие в вашей жизни произошли позитивные изменения, буду очень рад почитать и вместе с вами порадоваться. Мы продолжаем изучать Каэлит, Экклезиаст, это книга царя Соломона, мудрейшего из людей, который написал, очень много чего написал, но в Тору, а потом из Торы в Библию вошли три его книги, песнь песней, Каэлит, Экклезиаст и притча царя Соломона Мишлей. И, значит, мы с вами изучаем сейчас Каэлит. Каэлит мы дошли уже до шестой главы, вчера мы говорили о том, что бывает, говорит нам царя Соломона, вот смотрите, богатство, стремление к деньгам, оно естественно присутствует у любого человека, но не факт, что оно приносит человеку счастье. И он нам приводил несколько вариантов, как, значит, человек богатый, иногда его жизнь может быть хуже, чем у выкидыша. Выкидыш – это который вышел из чрева матери и умер практически сразу. Что он за жизнью видел? Царь Соломон говорит, так, посмотрите на богатого человека, часто бывает, что ему еще хуже он живет, то есть он вроде как у него все есть, а по факту он мучается страшно. Я слышал урокеров за Меркой, он говорит, вот пример, говорит, пример, кто такой богатый, кто такой бедный по Торе, да? И рассказывает он историю, как было две семьи, да, две семьи. В одной семье у человека был миллион долларов отложен, бизнес, деньги, зарабатывал очень хорошо все. И вот когда он приходит домой, бледный, злой, жена спрашивает, что случилось? Он говорит, ты знаешь, меня прямо просто сейчас зло съедает, раздражение, я не могу. Она говорит, почему? Он говорит, ты понимаешь, сегодня я был на бизнес-встрече одной, и там прилетел человек из Америки, значит, он прилетел из Америки, у него там в Америке сети магазинов, как в Индии у него здесь железные дороги, такой крупный бизнесмен, у него самолет, на котором он прилетел его, стоит 54 миллиона. А я, говорит, за миллион долларов отложил, думал, что у меня деньги есть, а сейчас я вижу, что я просто нищий. И он после этого полгода, он мучился, что он нищий относительно того, с кем он пообщался, и его это сильно зацепило. Другая была семья, рядом были муж с женой, он простой рабочий, она простой рабочий, и им каждый месяц не хватало 600 шителей закрыть месяц. 600 шителей, это где-то около 200 долларов им не хватало, прям в минус они заходили, и потом получали зарплату, покрывали этот минус. И вот они так жили, прям годы, годы, годы. И как-то он приходит домой, страшно веселый, и говорит жене, слушай, говорит, дорогая, хочу тебя обрадовать, такая новость у меня для тебя есть, просто шикарная. Она говорит, какая? Он говорит, смотри, мы выплачивали ипотеку много лет, и как раз было 1200 шителей, в месяц мы оплатили ипотеку. И прошлый месяц был последний, теперь у нас, значит, не минус будет каждый месяц, а у нас будет плюс 600 шителей. Почти 200 долларов. Я, говорит, думал долго, как, что же мы будем с этими деньгами делать свободными, да? И решил просто, думаю, бери эти деньги и трать их на что хочешь, типа, ну, просто, либо сглаз это как, ну, просто в удовольствие, трать их и все каждый месяц. И они счастливые, значит, живут следующий год, она каждый месяц тратит дополнительно 200 долларов своих, и они живут, кайфуют. А тот, значит, мучается, что у него не хватает. Так, Равзамиркоин говорит, вот, говорит, кто из них богатый? То есть, ведь человек же сам себя оценивает. Если он сам себя оценивает, ему не хватает. Так он бедный. Если ему на все хватает, у него еще лишние есть деньги, которые он может свободно тратить на пустяки, значит, он богатый. Хотя, если брать по фактической цифре, то, естественно, у того намного больше, но ему не хватает. Дальше он говорит следующую вещь здесь, и, значит, седьмой отрывок в этой главе, он проходит таким в очень многих других известных книгах. Значит, седьмой отрывок, мы на нем остановились, он есть в книге Месилати Шарим Рамхаля, такая есть очень важная книга по тому, как человек живет, развивается, растет в духовном плане. Там этот отрывок тоже очень приводится сильно, значит, весь труд человека, лепил, весь труд человека, весь его изнуряющий труд, он для его рта дословно переводится. Вегава нефеш лотимале, и душа его, она никогда не наполнится. Значит, царь Замон есть в устной торе, в устных преданиях, есть Медрашин, который на эту книгу. Есть такая фраза, которую я понимал, но чуть по-другому, чем я сегодня услышал. Значит, фраза такая, если у человека 100, он хочет 200, если у человека 200, он хочет 400, если 400, хочет 800. Почему он хочет все время в два раза больше? Я раньше не понимал, у меня даже вопроса такого не было. Думаю, ну действительно, у него есть 100, он хочет 200. Если у него 200, а почему он хочет 400? Он мог бы хотеть 200, продолжает. Пусть будет каждый месяц дополнительных 200. Зачем хотеть 400? И вот сегодня я услышал объяснение, почему так устроена психика человека. Это полностью соответствует последним открытиям ученых-психологов, которые работают в направлении позитивная психология. Они открыли такое свойство человеческой психики, которое называется дидонистическая адаптация. Значит, человек адаптируется к любому уровню удовольствия, который у него есть. И этот уровень удовольствия перестает ему приносить удовольствие. Так тогда становится понятно, что если у него 100, он хочет 200, потому что 100, он уже к этому привык. Его 100 уже не радует. А если у него есть 200, то хотеть 200 уже для него бессмысленно, потому что 200, оно его уже не радует. У него 200-то уже было. Он уже к этому привык. Поэтому он хочет 400. Если у него 400, его же 400 не радует. Он хочет уже 800. То есть, понятно, да, идея? Это как раз базируется на вот этом духовном законе, что человек, который ориентируется на материальный мир, в материальном мире у него всегда, всегда, всегда будет не хватать. Каждый день ему нужно, как кушать нужно заново, спать нужно заново, пить нужно заново, мыться нужно заново. Также постоянно материальный мир специально так сделан, чтобы человеку не хватало. И человек тогда будет двигаться. То есть, если ему не хватает, он будет двигаться. Если ему все хватает, он в раю, он двигаться не будет. А этот мир, он Всевышнего так запустил, чтобы он двигался, поэтому все время всем не хватает. В этот момент у нас есть вариант, а куда, куда двигаться. И вот здесь он объясняет дальше, царь Самон говорит, Кима говорит, что отличает мудреца от дурака, от дурака грешника, Ксиля, да? Что для бедного, который знает, как идти против жизни. Сейчас мы узнаем, что это значит. Значит, какое есть преимущество у мудрого, у мудреца перед дураком? Ну, ведь по телам они одинаковые. Причем у дураков, кстати, тела чаще, красивее, даже бывают мощнее, сильнее. Потому что, ну, не знаю почему, но бывает. Иногда бывает так тоже. Так какое преимущество умного перед дураком? Ведь они же по телам-то они одинаковые. И у них одни и те же потребности по телам. Значит, из-за того, что дурак, он не знает вот эти вот свои нужды своей души. Он не учил там, например, уровни потребностей Маслову, да? И он не читал книгу Каэлли Теклизиас, не изучал ее. Так, значит, он не знает по-настоящему, в чем его потребность. Я тоже, кстати, не знал до последнего времени, в чем мои потребности. У меня была очень ошибочная теория на протяжении многих лет, что главное это достигать цели. Если я достигаю цели, то, по идее, я ждал, что когда-нибудь, 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 когда я достигну все свои цели, я буду счастливым. Оказалось, вообще это, вот я как раз относился к категории к силе, как здесь называется. Ну, к силе это такое, не то чтобы дурак, но глупо, можно сказать. Потому что человек, который достигает цели, но не умеет радоваться, то он никогда не будет счастливым. То есть, важно иметь навык радоваться жизни, быть счастливым, это отдельный навык. Если у тебя есть этот навык, тогда твое участие не зависит от количества достигнутых или недостигнутых целей. Потому что цели, они никого еще не сделали счастливым. Я знаю множество людей там с красными дипломами, с золотыми медалями, с чемпионами мира, несчастные люди, которые просто, их жизнь это ад и пытка, потому что им все время плохо. Я знаю людей, которые, в принципе, они ни каких-то звезд с тела не хватали никогда. Я знаю несколько очень таких простых людей, которые настолько счастливые. Вот они, никаких достижений у них нет, да? Но они как раз счастливые, веселые, дружные, радостные, ни с кем не ругаются, с собой в мире, с людьми в мире. Вообще просто жизнь рай у них, да? Но Всевышний специально так сделал, что, наверное, чтобы вы мне завидовали, что, наверное, не бывает, чтобы было полностью вот во всех сферах жизни, чтобы у человека хватало. Этот мир несовершенный для того, чтобы человек поднял голову в небо и увидел настоящий смысл, ради чего весь этот мир. И вот он говорит, что Хахам, мудрый человек, он знает, как обеспечить себя и свои истинные потребности. А что такое истинные потребности? Это жизнь духовная, это духовная жизнь, и это Тора, заповеди и добрые дела. И, значит, он во всех аспектах бытовых, да, там, где большинство людей, как живет, они полностью сосредоточены на строительстве замков из песка, которые не насыщают, не радуют и никогда не построятся. Но весь мир бегает и строит эти замки из песка, как бы надеясь, что вот они вот еще чуть-чуть заработают, и еще одна комната будет, потом они это продаст, а то купят, и все. И в итоге еще один заводик, еще два заводика, и, значит, их будет счастья. Никакого счастья. Помните, как этот был? Агент Федор, который гонялся за свечным заводиком в 12 стульях, а Астабендер, который гонялся вначале за 150 тысячами рублей, мадам Петуховой, а потом за миллионом. У Корейко он пытался. Так что, назвите мне хоть одного персонажа, кто был бы счастливый. Ни Корейко не счастлив, скрывался с этими деньгами, ни Бендер, у которого он гнался, гнался, гнался и потерял, и девушку потерял, и потом и все деньги потерял. А в первой серии, в первом книге 12 стульях, его зарезал этот Воробьянин, который тоже всю жизнь гнался за деньгами этими, а потом решил, что даже убить надо Бендера, а в итоге ни денег, ни Бендера, никого. Так вот он говорит, значит, умный человек, он перестает гнаться за вот этими вот песочными замками, а он, значит, в этих, во всех аспектах материальных, он учится быть самым, учится быть радостным своему делу, тому, что есть. То есть, кто-то умеет этому радоваться, так он всегда будет радоваться, больше-меньше. И, значит, потому что он знает, что как бедный, который знает, то есть, есть бедный, но он умный. Значит, что значит идти, а зачем, вот это с вопросительным знаком предложения, смотрите, как написано. Что бедному, который знает, зачем ему идти против жизни, против течения жизни. Для того, чтобы зарабатывать деньги, да, какие-то, ну, можно по-простому идти, идти в институт, получить профессию, устроиться на работу и работать на какой-то работе, и на этой работе получать зарплату. Так действуют, я думаю, 95% людей в мире. 5% они начинают свои бизнесы, берут кого-то на работу, 90% бизнесов прогорает, и только единицы, единицы, которых популяризируют, как Илон Маск, Безос, там, и так далее, они строят какие-то системы, которые потом в них работают. Например, в компании Procter & Gamble работает 160 тысяч человек на зарплате, и скоро все останутся без работы, потому что искусственный интеллект заменит всех. А в больших корпорациях, например, в компании Walmart работает, по-моему, там работает, может даже такое быть, чтобы 5 миллионов человек, у них 5 тысяч магазинов, по тысяче человек, если в магазине не может работать. Наверное, если у них 5 тысяч магазинов, в одном магазине может работать, у них огромный магазин, например, 500 человек. То 20,5 миллионов человек у них работает, да, например, Walmart. Но построил эту систему человек по имени Сэм Уолтон, который был один человек, одержимый, он не был даже одержимый деньгами. Он до 44 лет, у него было 12 магазинов по франшизе. И он, Сэм Уолтон, он в этих магазинах по франшизе, ему ничего не надо было выдумывать, но он любил совершенствовать. И он ходил, смотрел, что у кого продается в соседних магазинах. И он совершенствовал эти свои 12 магазинов, они были идеальные, чемпионы по продажам. И в какой-то момент он понял, вот фишка, как вообще правильно сделать. И он сделал свою, как думал, франшизу, а потом он уже на своих деньгах все это делал, создал Walmart. Думаю, было 44 года, значит, ну таких единицы. То есть это не просто единицы, миллиардеров в мире 2,5 тысячи человек всего на 9 миллиардов населения. Поэтому нет никакого смысла ориентироваться на вот этих людей и переть против жизни. А что такое переть против жизни? Всевышний каждому дал свой какой-то удел. Один он землю обрабатывает, другой, там, я не знаю, программирует, третий шьет, четвертый повар. И каждому есть что кушать, каждому есть что кушать. Особенно в современном мире уже проблема голода решена. Ну что, людям мало. Есть 100, ты хочешь 200, есть 200, такой 400. И человек начинает переть против жизни, против того, что на него постановлено с неба. Да, он пытается это изменить. Он не рад своему делу, то, что ему уже есть у него в руках. Он пытается лучше. А вот жена у меня будет лучше другая. Это мне не подходит. Или там муж вот этот вот лежит на диване. У меня есть одна знакомая, она, значит, ему же не нравился. И она этого мужа, значит, в общем, затерроризировала так, что они разошлись. Ну, ее была инициатива. Я думал, что у нее жизнь наладится. Значит, она с тех пор уже, наверное, лет 10 ищет нового мужа, не может найти. У нее дети, которых она воспитывает теперь сама, так как она, ну, как бы, мужу сказала, что он ей не годится, и детей воспитывать она считает, он недостоин. То у нее остались дети-подростки, которые просто ее там вообще, ну, жут. Ну, она вообще не может ничего с ними сделать. Потому что они тоже, у них психика разболтанная, все. Все, что она выиграла? У нее был, а я же знаю мужа, прекрасный был муж, только ей было мало. Вот есть люди, которым мало. Это как раз то, что здесь написано очень, вот, прям зашифровано. Чтобы, значит, чем отличается умный от дурака? Что умный, даже если он бедный, он не будет идти против жизни. Он найдет радость в том, что у него есть. Он будет стараться, там, больше заработать, лучше сделать свою работу. Но он не будет от этого убиваться и, там, ломать жизнь себе и другим людям. Девятый отрывак. Значит, лучшее, давайте посмотрим, что это значит у нас. Лучше маре и наем. Значит, то, что человек видит, то, что у него в руке уже, да, это лучшее, что Бог всесильный дал ему, человеку, уже то, что дал. Вот у него есть уже это в руке, он его видит. И он его видит и радуется ему, потому что, например, вот я бы мог целыми днями радоваться этой чашке. Я, кстати, радуюсь ей. Каждый раз я из нее пью, думаю, давно у меня эта чашка, много-много лет у меня эта чашка. Прямо она со мной ездит, я не знаю. Я каждый раз ее в руку держу и радуюсь вообще, дико радуюсь. Почему? Потому что написано в 9-м отрывке 6-й главы. Лучше то, что ты видишь своими глазами и то, что Бог тебе дал, и радоваться этому. «Ми алоф нефеш», «Ми деменот», чем деменот – это такие воображения, иллюзии, что нефеш, вот эта животная душа, «Ми дамьенет», она, значит, выдумывает себе, чтобы их надо достигнуть. И получается, что человек выдумывает, человек-творец, он может себе придумать все, что угодно. И вот он себе придумает то, что вот это бы было, я бы был счастлив, да. Как это, помните, сказка про золотую рыбку, когда старуха эта, да, и она приходит, уже этот дед к рыбке, и говорит, «Рыбка хочет моя, говорит, быть столбовой дворянкой, а ты, чтобы рыбка была у нее на побегушках». «И рыбка хвостиком махнула, уплыла, и осталась старуха у разбитого корыта». И вот это как раз, видно, он списал из девятого отрывка, что лучше то, что ты видишь, у тебя есть синица в руке, назовем это так, чем вот эти вот журавли в небе, которых у тебя нету, и ты их хочешь. Гамзе, он говорит, алоха, нефеш, и вот эти вот демьюнот, вот эти вот воображаемые там вот мечты, вот у меня это будет, это говорит эвэль в раут руах, это все иллюзия и огорчение для духа. Значит, мудрец, он получает удовольствие от реальности, которая у него в руке, и он не тратит время на вот эти вот пустые девянот шаф, на пустые эти свои ожидания. Да, идет совершенно против того, чему я обучал много лет, что надо ввить, значит, давай ломись, и у тебя все получится. В принципе, если ты видишь и ломишься, и веришь, что у тебя все получится, то ты действительно сдвигаешь, сдвигаешь реальность в этом направлении. Но если ты не умеешь радоваться тому, что есть, то тогда сдвигать реальность в другом направлении нет смысла, потому что куда бы ты ее ни сдвигал, тебе все равно будет так же плохо, как и сейчас. Поэтому тут вот очень важно правильно расставить приоритеты. То есть, когда ты эту синицу в руке имеешь, и она у тебя есть, и ты радуешься этой синице в руке, тогда ты можешь подумать, что хорошо бы кролика, или там хорошо бы индейку теперь, да? Синица есть уже, хочу теперь индейку, отдых. И, значит, ты не страдаешь. Если ты синицу эту шмякнул от стол, говоришь, все, синица не устраивает меня, хочу, значит, индейку. А потом ни индейки, ни синицы. Это неправильный подход к жизни. Значит, и сегодня мы как раз продолжаем учить, да, да, продолжаем мы учить книгу, 20-й сегодня урок, Happiness, это раб Зелик Плистин, который, безусловно, изучал Каэль, это очень хорошо знал экклезиаст. И, значит, он сегодня нам дал такой 20-й инструмент счастья. Он, можно сказать, этот инструмент, такая защита, защита. То есть он больше не то, как получить счастье, а как убрать из своей жизни несчастье особого такого рода, от которого страдает много людей. Значит, у человека так устроено, что он страдает, когда ему указывают на его недостатки. Да, когда его критикуют, когда ему говорят, что что-то с ним не так, то нормальный человек, он от этого страдает. Это больно. Почему? Потому что он воспринимает это, как нападку на себя, да, то есть его даже внутренний вот этот вот рептильный мозг и мозг млекопитающего, он критику воспринимает, как будто бы на него напали, хотят ли жить его жизни. Поэтому самая безобидная критика, она иногда людей просто выводит вообще, ну, в страшное состояние, да, наверное, многим знакома эта ситуация, когда критика выводит в плохое состояние. Аминь, благословляющий будет благословлен, это мир всех благословляет, молодец. Очень правильно, когда ты всех благословляешь, и есть закон такой духовный, благословляющий будет благословлен. То есть ты, когда благословляешь других людей, то у тебя внутри-то это благословение уже есть, оно твое, ты же внутри себя благословляешь. И в обратную сторону также в негативе работает. Теперь, значит, говорит нам автор этой книги Равзелик Плистин. Он говорит, радуйся развитию своего характера, получай удовольствие от критики, получается. Он говорит, вот обратился ко мне человек и говорит, я боюсь слышать любую критику про меня, про мой характер. Или, значит, другой говорит, вот я, говорит, отказываюсь признавать, что я делаю что-то неправильное. И это для меня очень больно признать, что у меня есть негативные разные черты. Да? Ну, говорит, и что? А третий говорит, вот, например, мне говорят, что у меня какие-то есть плохие черты. Ну, и что, это же мне не помогает это исправить. Я тоже так всегда говорил раньше. Или он что советует? Ну, совет такой. Если его, конечно, принять, жизнь станет легче. Он говорит, смотрите, ну, а почему не признать такую истину, что мы все нуждаемся в развитии своего характера, в улучшении своего характера, в развитии своих каких-то черт. И это есть главная задача каждого человека. И тогда все вот эти вот сигналы негативные, они помогают нам усиливать, усиливать себя. И тогда, знаете, это мне напоминает, что дальше мы будем учить в Кэрлите, что мудрец, он слышит, слышит вот эту критику, он любит даже, и в притчах это тоже много раз написано, что он любит эту критику, потому что это ему позволяет действительно расти и развиваться. И вот, значит, если человек полюбит и будет получать от этого еще и удовольствие, allow yourself to feel joy. Разрешите себе чувствовать удовольствие от каждого действия, которое вы делаете для развития своего характера. И когда кто-то вам говорит о вашей ошибке, будьте счастливы, что вам помогли ее увидеть и осознать. И тогда и развивайте огромное чувство признательности за вот эту вот осознанность, что вам помогли осознать, что нужно что-то исправить. Значит, и предлагает нам некоторые, ну, может, на английском это хорошо звучит, но некоторые он способы реакции предлагает. Он говорит так, вот если кто-то вам скажет там, например, вы там грубо разговариваете, вы скажите так. Thank you for pointing. Спасибо, что вы обратили внимание, что я говорил с раздражением и злостью. Я сейчас работаю над совершенствованием характера, я хочу справиться со своим гневом, раздражением. И, значит, хотелось бы мне говорить более уважительно. Значит, но вот сейчас я раздраженный, конечно. Но спасибо, что вы мне напомнили о моем решении действовать по-другому. Или так можно сказать. You are right. Ты прав, можно сказать. Я был здесь не сконцентрирован и действительно совершил ошибку. И ты даешь мне, то, что ты мне даешь фидбэк и указываешь на мою ошибку, это очень-очень мне поможет. Спасибо. Да. Представляете, на дороге, значит, там водители кричат, сигналят. Спасибо за то, что помогли понять. Значит, спасибо, что обратили внимание, что я на Красной проехал. И вот тут он кардинальную такую реакцию предлагает. Это такая интерпретация, ну, такого высокого уровня, да, рефрейминг. Он говорит так. Вы знаете, вот кто-то вам говорит, что вы ошиблись. Вы знаете, мне не нравится делать ошибки. Но я сейчас уже чувствую себя хорошо от того, что я чувствую плохо. Это показывает, что мои ценности, они очень важны для меня. But I feel good, that I feel bad. Это показывает, что мои ценности важны мне. То есть, смысл в чем? Вот когда человек ошибается или ему указывают на его ошибку, ему это не нравится. Но если он поставил на как самую высшую ценность для себя, улучшение себя, улучшение своего характера, и это для него реально важно становится, то тогда он начинает по-другому относиться к вот этим вот замечаниям. Ну, в общем, смотрите, да, да. Вот, Дмитрий Латухов молодец, он всегда не обличай грешника, скептика, а то он возненавидел тебя. Увещевай мудрого, и он полюбит тебя, да. Да, мудрый человек, который действительно хочет развиваться, он с благодарностью воспринимает. Я помню, когда-то у меня была тоже в жизни такая ситуация, что у меня жена, она очень любит все исправлять. И, ну, меня она, конечно, исправляла очень сильно за 25 лет, она очень меня исправила, можно сказать. Я раньше страшно на это злился, да, а потом я для себя вот как раз, может быть, и благодаря этой книге, я же ее изучаю уже не первый раз, я для себя подумал, ну, реально-то она же хочет действительно меня исправить. То есть, все эти вещи, которые она мне говорит, я делаю неправильно, или там, я же с этим согласен внутренне, мне неприятно, что она это говорит. Но, значит, но, тем не менее, это факт, и когда я это признал, признавал для себя, то мне было легче с ней согласиться. Хотя это было не очень приятно, но было легче. Хорошо, друзья, все, всем удачи, успехов, чтобы, есть такое выражение истории тоже, что «Адмайвир альмидотав», тот, кто переступает через свои качества, то есть исправляет свои качества, может там не разгневаться, не обидеться, то ему Бог прощает все его грехи. То есть, так как мы живем, в принципе, в такой системе мира за меру, то человек, который прощает других людей, не обижается, у него нету зла на них, а он, наоборот, их благословляет, ему Бог прощает все его грехи. Все, всем удачи, успехов, всем хорошим, добрым людям, всех благословляем, вот, Дамир, партнер, всем желает удачи, успехов, я присоединяюсь, амэнь, благословляющий будет благословлен, и всем удачи и успехов. До завтра, встречаемся с Божьей помощью завтра в 10 утра.